Почти пять лет мытищинская единая дежурно-диспетчерская служба реагирует на вызовы граждан, гармонизирует взаимодействие экстренных оперативных служб, а также оказывает психологическую помощь людям в трудной жизненной ситуации. За прошедший месяц зарегистрировано свыше 28 тысяч вызовов. Чаще всего мытищинцы обращались в скорую. Сюда поступило около 9 тысяч звонков. В полицию позвонили 4 тысячи раз. 221 вызов направлен в пожарную службу. Однако существуют случаи, когда жители набирают 112 в более резонансных ситуациях. 15 октября 8.05 на единый номер системы 112 с использованием радиотелефона без установленной сим-карты поступило сообщение от неизвестного о возможном взрыве в школах номер 7 и 24 без указания населенного пункта и муниципального образования. Данная информация была незамедлительно передана во все экстренные оперативные службы городского округа Мытища и ДТС соседних муниципальных образований Московской области, включая центр 112. Благодаря оперативной передаче информации экстренным службам школы, попадающие под описание, были эвакуированы и обследованы на наличие взрывных устройств. К счастью, сообщение оказалось ложным. В связи с неблагоприятными погодными условиями мытищинцы обращались и по вопросам ЖКХ. Ответственные службы незамедлительно отреагировали на полученную информацию. При сильном ветре специалисты ЕДДС рекомендуют немедленно укрыться в здании, не стоять вблизи оборванных проводов и шатких строений, избегать гнилых, старых и одиночно стоящих деревьев. К сожалению, в октябре произошел один несчастный случай со смертельным исходом. Связан он с переходом железнодорожных путей в неположенном месте. 28 октября в 22.46 поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной платформы Перловская электропоездом смертельно травмированная женщина. Мониторинг ситуации показал о наличии факторов, которые способствуют такого рода происшествиям. В настоящее время проводится работа по информированию подразделений железной дороги об имеющихся факторах риска. Чаще всего люди попадают под поезд из-за несоблюдения правил безопасности, переход путей в наушниках, пребывание в зоне движения поездов в нетрезвом виде, переезд путей на велосипеде, игры в районе железной дороги строго запрещены. Будьте бдительны и аккуратны. Кирилл Тридуб, Денис Корнев, информационная программа «День».